Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я знаю, что это утопцы Выходят по ночам, уничтожают товары и убивают людей Я заплачу 400 аренов, чтобы избавиться от них Тебя это устроит? Конечно Вести с тобой дела — одно удовольствие Именно Давай поговорим Да? Девушки отдыхают Транспортные услуги по лучшим ценам Куда можешь меня отвезти? Вожу людей из Визимы на болото и обратно Перевези меня на другую сторону Время — деньги Ты определился? Готов? Ага, плывем на болото Транспортные услуги по лучшим ценам Девушки отдыхают Полотно испарения, утопцы промокшие Вот и все, что меняет Добрый господин, нужна лодка? Ты кто такой? Ведьмак Ведьмак? Ну-ну А мне казалось, старый Лео Бонарт от вас избавился Бонарт? Никогда о нем не слыхал И вряд ли услышишь, он в земле Каждый, кто занимался нашей профессией, рано или поздно встречает более сильного противника Какой это в вашей профессии? Я охотник за головами Что привело тебя сюда? Я пришел по объявлению Наконец-то, достал шкуры Я вернусь, как только достану шкуры Я буду здесь Так кем был этот Бонарт? Старый Лео был легендой Смотреть, как он работает, было одно удовольствие Чем-то он был похож на тебя, ведьмак Он тоже убивал без эмоций, без гнева и без печали Так же, как ты убиваешь, к примеру, утопцев Он был лучшим Высокий, поджарый И эти невероятные глаза Один взгляд этих пустых рыбьих глаз мог сломить человека Он был магом? Нет, обычным человеком По крайней мере, физически Он убил несколько ведьмаков Тех, которыми были недовольны крестьяне Ваши ведьмачьи рефлексы и магические трюки Ничто по сравнению с его мастерством Но он мертв Ты сам сказал, ему попался более сильный противник Да, так что, ведьмак, береги себя Прощай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Новый клиент? Прошу на боль Кто-нибудь хочет переправиться? Эй, сынок! Я не твой сын, дедушка. Хе-хе-хе, угадал, как меня зовут. Они меня тут зовут дедушкой. Меня называют по-разному. В основном Геральт или паршивый выродок. Людям нравится все преувеличивать. Ты ведь не паршив? Хе-хе-хе, не хочу тебя обидеть. Без обид. Я уж точно запаршиваю, если еще раз полезу через это болото. Да. Я ищу работу. А, мечи. Кажется, я знаю, какую работу ты ищешь. Может, ты захочешь сопроводить меня в часовню, чтобы я помолился? Я стар и уже не сдюжу от дубаси чудище своей палкой. Я имел в виду работу, которая принесет деньги, но все равно я отведу тебя туда. Довольно! Довольно! Надеюсь, ты не сдюжу от заслужу! Продолжение следует... Продолжение следует... Кирпичники всегда притворяются нормальными, когда встречаются с чужаками. Они скрывают свою веру. Можешь поверить, что эти полудурки поклоняются рыболюдам. Люди иногда верят в самые невероятные вещи, как, к примеру... Но уверовать в покрытую слизью рептилию с выпученными глазами? Серьезно? Эти водяные даже говорить не умеют по-человечески. С ними приходится общаться при помощи предметов. Любопытно. А можно подробнее? Люди общаются с рыбоидами, оставляя предметы на особых алтарях. Каждая вещь имеет особое символическое значение и читается как намерение. Водяные отвечают точно так же, оставляют предметы на алтаре. Какие предметы? Я точно не знаю. И черт бы меня побрал, если меня это интересует. Поговори с теми, кто этим занимается. Но кирпичники не рассказывают всего возможным богохульникам. Поговори с теми, кто этим занимается. Эти топкие ямы, видимо, что это накопление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть хочется. Довольно! 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 НЕТ! Довольно! Довольно! Продолжение следует... 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 А-а-а! 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 У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! 2'm-uh-u-у-у! А-а-а-а... Субтитры делал DimaTorzok 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 Похоже на деревню Кирпичников Похоже на деревню Кирпичников Что это было? Васка очень умна. Ты с ней не говорил? Может быть ты тут поселишься? Нам бы не помешала защита опытного воина. Субтитры делал DimaTorzok Делать нечего... Делать нечего... Делать нечего... Делать нечего... Делать нечего... Д6 aucune tentar на стене. Делать нечего... Субтитры делал DimaTorzok Мой отец и дед оба делали кирпичи. Было ясно, что я тоже стану кирпичником. Ха-ха-ха! Странник из дальних земель. Седой, но не старый. Непобедимый, но покрытый шрамами. Он утратил то, что ныне ищет. Как мне звать тебя, добрая женщина? Я Васка, старейшина этой деревни. Геральт, ведьмак, мое почтение. Чем занимаются жители деревни? Мы простой народ. Мы умеем только добывать глину и делать кирпичи. Кирпичники? Почему же никто не работает? Тяжелые времена пришли к нам. Ответь, странник, что делают ведьмаки? Мы решаем проблемы. Хочешь спросить о чем-нибудь, беловолосый? Тут побывал другой ведьмак, некий Берингар. Он был здесь. Задавал разные вопросы по поводу алхимии. Крутился возле башни. Его, наверное, тот алхимик Калкштейн прислал. Вскоре мы нашли его вещи в глиняном карьере. Они все были в крови. Спасибо, Васка. Беловолосый. Там были следы борьбы, причем не с чудовищами. На него напали люди. Злые люди из сухих земель. Огненные ящерицы. Будь осторожен. Ты мне нужен живым. Почему же никто не работает? У вас тут завелись чудовища? Воистину так. Существа, которые убивают работников, свили себе гнездо в глиняных ямах. Понятно. Как они выглядят? Как будто утонули, но потом восстали. Похоже на утопцев. Я могу прикончить их. Мы бедный народ, Беловолосый. Я не смогу дать тебе за это больше, чем пятьдесят аренов. Этого достаточно. Куда мне идти? В сторону пристани. Но выбери другую дорогу на развилке. В конце ее ты найдешь глиняные ямы и наших мучителей. Хочешь? Я избавился от утопцев. Ты проявил к нам милосердие, а я тебя обманула. У меня нет денег, чтобы заплатить тебе. Но я не хочу, чтобы ты ушел без вознаграждения. Возьми этот амулет. Это хесед. Символ милосердия. Сойдет. Будь благословен. Теперь мы сможем подготовиться к приходу владык. А кто эти владыки? Водные владыки имеют большую силу. Мы поклоняемся им, а взамен получаем милость тех, кто приходит из вечных глубин. Любопытно. Все, что приходит в голову, это рыболюди водяные. Как ты смеешь использовать язык богохульства, когда говоришь о водных владыках? Эти имена оскорбляют владык. Мы можем поговорить. Калькштейн из Вазимы, алхимик, говорит, что вы знаете что-то о башне мага и стражи. Давным-давно могучий колдун жил на болоте. Он искал одиночество. И его ученик был его единственным спутником. Все изменилось, когда в его жизни появилась женщина. Начало, как в сказке. Но конец, как в жизни, ибо это была злая женщина. Маг утратил свое сердце себе на горе. Он выполнил все ее прихоти. Она использовала себе на благо его могущества. Кто была эта женщина? Неважно. Я слушаю. Слепая любовь сотворила для мага гибель. Он призвал силы, которые не мог контролировать. Он умер, и башня его обрушилась. Прекрасная история, но что же со стражем? Любовница мага была наделена силой. Она могла предрекать судьбу, и маг подарил ей колоду особенных карт Таро. Согласно ее пророчествам, он изобразил события будущего на каждой карте. И? В жилище мага охраняли големы глиняные великаны, которые трудились без устали. Те, что пережили ярость времени, остались на кладбище, где они, лишенные жизненной силы, омываемые дождями, стоят неподвижно. Один из них охраняет башню? Да. Самый могучий голем был привратником. Сторожил вход в жилище мага. Одна из карт Таро башня показывает, как голем будет возрожден в будущем. И это вновь откроет башню. Возьми эту карту. Мне она больше не нужна. Что это было? Давай обсудим работу. Ты должен помочь. Один из наших детей пропал. Этот мальчик путался у всех под ногами. За тобой тоже бегал, но всегда возвращался до сегодняшнего дня. Может быть, его съели водяные твари? Богохульство! Наверняка его забрали друиды. Они превращают детей в дриад. Ладно, я поищу мальчика. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...